Каиреевского района, госинспеку. Документики можно посмотреть? И ваши, и на машину, и путевой лист. На 379 маршруте Александр Филиппов работает уже не первый год. Следить за своим автобусом предпочитает регулярно. Вовремя проходит технический осмотр, ежедневно проверяет общее состояние транспорта. Безопасность пассажиров для него на первом месте. Чтобы пассажиров довезти до точки А в точку Б, каждое утро проверяешь все. Тормоза, масло, самое необходимое. Однако не все водители такие ответственные. Госинспекторы Ленинского района регулярно проводят рейды и выявляют нарушителей, которые к своему транспорту относятся халатно. В среднем по области аварийность на пассажирском транспорте растет. Пытаемся управлять ситуацию. В том числе, когда осуществляем контроль за техническим состоянием транспорта, за водителями. Госавтоинспекторы проверили наличие необходимых документов, водительского удостоверения и техпаспорта, осмотрели транспортные средства на предмет видимых поломок, исправности световых приборов, стеклоочистителей, сидений и поручни в салоне, тахографа. Нового обязательного прибора, который считывает время работы и отдыха водителя. С этого года автобусы междугородного сообщения должны быть обоснащены все тахографами. Со следующего года, с 2019, эти приборы должны быть установлены на всех автобусах, в том числе и городских. Совместно с инспекторами ГИБДД Ленинского района в рейде приняли участие представители Домодедовского отдела автотранспортного надзора. Они внимание обращали на путевые листы и карты маршрута. За их неправильное составление водителю и компании-перевозчику грозит большой штраф. Штрафы на водителей 5 тысяч, на должностных лиц 30 тысяч и на организацию 300 тысяч. Это статья 11.33 и это у кого отсутствует карта маршрута. В этот раз результаты рейда оказались положительными. Серьезных нарушений выявлено не было. Лишь мелкие недочеты. Самые распространенные – неработающая лампочка противотуманной фары. К проверке водители отнеслись серьезно и обещали все исправить в кратчайшие сроки. Юрий Хлябич, Ильга Садовская, Видное ТВ.